Россия еще 49, Россия еще 49 Амнести Интернашнл Назвала страны, где законодательно ограничивают гражданское общество 3. Коммерсант от 22 февраля 2019 года 21.30 государственное давление на некоммерческие организации, НКНО, и правозащитников окончательно стало мировым трендом, говорится в докладе Амнести Интернашнл Глобальное наступление на организации гражданского общества По данным организации, уже в 50 государствах приняты или разрабатываются законы, которые под предлогом интересов государственной безопасности и защиты традиционных ценностей душат критические высказывания и не дают контролировать действия властей Амнести Интернашнл Подчеркивает, что подобные ограничения действуют и в государствах, которые принято считать демократическими, например, в Великобритании, США, Израиль и ряды стран ЕС Правозащитники особо отметили роль России в этой тенденции По их словам, принятие Госдумой в 2012 году закона о так называемых иностранных агентах запустило аналогичные процессы в других постсоветских странах Российские парламентарии не видят ничего необычного в том, что государства хотят не допустить иностранного влияния на внутренние процессы Доклад Амнести Интернашнл Под названием «Закон как инструмент подавления» глобальное наступление на организации гражданского общества был представлен в середине этой недели Во многих странах власти преследованиями заставляют замолчать организации, которые решаются отстаивать права человека, заявил генеральный секретарь Амнести Интернашнл Куми найду Те, кто объединяются для правозащиты, сталкиваются все Си Новыми и новыми препятствиями, которые связывают им руки и делают их работу небезопасной Эксперты Амнести Проанализировали законодательства о некоммерческих организациях в разных странах мира и сообщили, что результаты оказались пугающими За последние 10 лет в мире возникла тревожная тенденция, когда государства принимают и применяют законы, которые попирают свободу объединений и мешают работе организаций гражданского общества и их участников Говорится в докладе, события развиваются все быстрее Лишь за последние два года появились либо оказались в стадии разработки почти 40 законодательных актов Различные правовые нормы создают припоны на всех стадиях существования таких организаций и позволяют властям тщательно контролировать их, особенно в момент регистрации, а также следить за их планами, деятельностью и отчетностью, поисками и источниками финансирования, общественными компаниями, лоббистскими усилиями По данным организации, в последние годы такие законы начали действовать как минимум в 50 государствах В этих странах особенно сильно рискуют столкнуться с неприятностями те, кто критикует правительство либо выражает мнение, отличающиеся от доминирующих политических, общественных и культурных позиций Говорится в докладе Часто им приходится смягчать свои высказывания, прибегать к самоцензуре, сокращать масштабы деятельности и тратить свои ограниченные ресурсы на выполнение чрезмерных и ненужных бюрократических требований И все равно они могут в любой момент лишиться финансирования В самых худших случаях организации гражданского общества ликвидируют Против отдельных людей заводят уголовные дела и бросают их за решетку просто за организованную защиту прав человека Эксперты указывают, что власти обычно объясняют введение подобных законов Интересами государственной безопасности Обеспокоенностью по поводу иностранного вмешательства во внутреннее дело Необходимостью защитить национальную идентичность, традиционные ценности и нравственность, и религиозные воззрения, и интересы экономического развития Но правозащитники уверены, что реальная цель таких ограничений – заткнуть рот независимым и критически настроенным участникам гражданского общества, не дать организациям и отдельным людям контролировать действия властей Проблемы на старте В «Амнести» подробно разбирают, какие препятствия правительства разных стран ставят перед гражданским обществом Первый раздел посвящен препятствиям к регистрации НКНУ Авторы доклада подчеркивают, что международное законодательство в области прав человека говорит о важности права граждан свободно создавать объединения, независимо от их официальной регистрации На практике требования, процедуры и сроки регистрации НКНУ чаще всего сложны и нещетки, что запутывает заявителей и приводит к отказам, говорится в докладе Иногда власти отказывают в регистрации по надуманным причинам или вообще без объяснений Порой организации нет никаких средств правовой защиты, которые позволили бы им оспорить решение об отказе в беспристрастном и независимом суде В докладе приводится несколько примеров Так, в Белоруссии НКНУ обязаны регистрироваться в Министерстве юстиции Однако закон об общественных объединениях дает властям широкие возможности для произвольного отказа в регистрации даже при незначительных нарушениях, считает В. Амнести При этом работа на НКНУ, получившая отказ в регистрации, считается в Белоруссии уголовным преступлением Как следствие, все больше белорусских организаций регистрируются за границей и переносят полностью или частично свою деятельность за рубеж, говорится в докладе В Азербайджане НКНУ должны получить разрешение на регистрацию от Министерства юстиции при этом доказать, что они уважают нравственные ценности Азербайджана и не занимаются политической и религиозной пропагандой В Пакистане власти могут никак не объяснять отказ в регистрации Так, в октябре 2018 года местная МВД отказала в регистрации 18 международным НКНУ и велела их представителям покинуть страну В Камбодже с 2015 года введена обязательная регистрация НКНУ и требуется политическая нейтральность, которая никак не определена в законодательстве Под этим расплывчатым предлогом местные власти отказывают в регистрации новых НКНУ и отзывают уже выданные разрешения, говорят в Амнесте В Лаосе с 2017 года действует закон, позволяющий властям произвольно запрещать создание объединений или закрывать их без права на обжалование Указ также предусматривает уголовную ответственность за участие в деятельности незарегистрированных объединений И теперь люди даже опасаются публично называть себя правозащитниками, возмущенные авторы доклада Уголовный кодекс Ирана позволяет властям произвольно объявлять вне закона деятельность правозащитников и организаций гражданского общества Кроме того, он предусматривает уголовное наказание за собрание и тайный сговор с целью совершения преступлений против государственной безопасности Создание группы более чем из двух человек с целью подрыва государственной безопасности Участие в группе с целью подрыва государственной безопасности Помимо невозможности для независимых правозащитных организаций регистрироваться и работать Это привело к возбуждению уголовных дел даже за участие в неформальных сетях и компаниях Говорится в докладе В Саудовской Аравии закон 2015 года наделяет власть полномочиями отказывать в лицензиях новым НКНУ и распускать существующее, если в их деятельности будет усмотрен ущерб национальному единству По новому закону не удалось зарегистрироваться ни одной независимой правозащитной организации, утверждает На Кубе учредители НКНУ обязаны обратиться за регистрацией в Министерство юстиции, которое часто отказывает или вовсе оставляет заявление без ответа А деятельность, собрания и демонстрации незарегистрированных групп в стране запрещены В экваториальной Гвине НКНУ должны получить от властей разрешение на работу, однако закон не устанавливает срок рассмотрения заявки В итоге некоторые организации более 10 лет ждут регистрации и не получают никакого ответа Говорится в докладе, многим приходится работать вне правового поля, что позволяет закрыть их в любую минуту В Индонезии закон 2013 года ограничивает деятельность организаций, которые не соответствуют национальной философии Индонезии Согласно которой требуется верить в единого Бога, справедливое и цивилизованное человечество, единство Индонезии, демократию и социальную справедливость Закрыто на учет Второй раздел доклада посвящен сложным и обременительным требованиям, к которым В. Амнести Относит необходимость часто и подробно отчитываться о деятельности в финансах организации По словам правозащитников, административные требования к деятельности НКНО часто сформулированы очень расплывчато Нередко нарушают право на неприкосновенность частной жизни Для получения или продления регистрации нужно предоставлять чрезвычайно подробную информацию обо всех членах организации, сторонниках, функциях и финансах В Азербайджане в 2009, 2013, 2014 и 2018 годах были приняты законы, вводящие дополнительные требования к регистрации и отчетности НКНО, ужесточивающие правила получения и использования грантов После внесения этих изменений состоялся масштабный уголовный процесс по делу местных и международных НКНО, который ввело следственное управление по тяжким преступлениям Говорится в докладе, заморозка банковских счетов и налоговые проверки затронули множество местных и иностранных НКНО и их сотрудников Часть организаций были закрыты, сотрудников вызывали на допросы, задерживали, запрещали им покидать страну В Пакистане в 2015 году были введены административные, финансовые и прочие ограничения Теперь НКНО должны согласовывать с государством свои рабочие планы и раскрывать бюджеты проектов Кроме того, они не имеют права заниматься политической деятельностью, хотя в законе нет ее четкого определения В Бурунде с 2017 года НКНО должны согласовывать с властями любую свою деятельность Кроме того, теперь свидетельства о регистрации действуют лишь два года После этого необходимо обращаться к властям за разрешением продлить работу В экваториальной Гвине НКНО обязаны не только отчитываться перед властями за каждое поступление денег из-за рубежа Но и согласовывать получение пожертвований в размере свыше 100 долларов НКНО должны каждые три месяца отчитываться перед МВД о ходе реализации своих проектов Власти Лаоса в 2017 году приняли указ, позволяющий им произвольно запрещать создание НКНО Отслеживать и ограничивать деятельности и финансовые потоки объединений Также они получили возможность закрывать объединения без права на обжалование В Боливии, Чаде, Лаосе, Угандии и Мавритании в последние годы также были приняты аналогичные законы, вводящие ненужные и сложные требования к организациям гражданского общества и наделяющие власти широкими полномочиями, говорится в докладе В Малави и Непале подобные законопроекты находятся на рассмотрении Как Amnesty International оценила ситуацию с правами человека в мире в Великобритании с 2014 года Закон о лоббировании налагает ограничения на ведение гражданским обществом компании во время предвыборной гонки Если организация в течение года, предшествующего выборам, потратила на ведение регулируемых законом компаний более 20 тысяч на территории Англии либо 10 тысяч на остальных территориях Соединенного Королевства то она должна зарегистрироваться в избирательной комиссии и отчитаться о расходовании средств Из-за этого, утверждают в Amnesty Многие организации стали ограничивать свою деятельность, поскольку процедура регистрации в избирательной комиссии очень сложна и дорогостояща Лидеры гражданского общества много критиковали закон о лоббировании за то, что он мешает организациям работать, говорится в докладе Amnesty По их словам, закон представляет собой неясный, обременительный нормативный акт, который ослабляет, а не укрепляет демократию Amnesty Напоминает, что с 2015 по 2018 год правительства ряда стран Восточной Европы также разрабатывали проекты законов, ужесточащие требования к отчетности НКН и расширяющие полномочия государственной власти в части контроля и ограничения их деятельности В Польше в 2017 году обсуждался законопроект о прозрачности публичной жизни Предполагалось, что организации, занимающиеся правозащитной деятельностью, должны раскрывать информацию о своих жертвователях под угрозой крупных штрафов В августе 2018 года этот законопроект был отложен В Румынии в 2017 году было предложено обязать НКН под угрозой закрытия каждые полгода публиковать отчетность о доходах и расходах В конце 2018 года был одобрен Сенатом и передан на рассмотрение в Палату депутатов Тогда же, в октябре 2018 года, парламент принял закон о предотвращении и контроле отмывания денег и финансирования террористов, которые относят НКНО к той же категории финансовых рисков, что и банковские институты и операторы игорного бизнеса Теперь они обязаны передавать властям данные обо всех гражданах, участвующих в их деятельности В Молдаве в 2017 году предполагалось ужесточить требования к отчетности тех НКНО, которые получают средства из-за рубежа и занимаются политической деятельностью Четкого определения такой деятельности нет В парламент Украины в 2017 году были внесены два законопроекта об ужесточении требований к отчетности организации гражданского общества Молчание приносит золото Следующий раздел доклада посвящен ограничению доступа к финансированию Цитируют позицию ООН, согласно которой любые, как зарегистрированные, так и незарегистрированные ассоциации должны иметь право просить и получать финансирование ресурсов от национальных, иностранных и международных структур, включая отдельных лиц, предприятия, организации гражданского общества, правительства и международные организации Однако во многих странах ужесточаются ограничения финансирования НКНО, говорится в докладе Нередко бюджетное финансирование доступно лишь тем организациям, которые разделяют официальные взгляды, не критикуют и не ставят под сомнение государственную политику Помимо этого, в некоторых странах наложены неправомерные ограничения на получение денег из-за рубежа, из-за чего многим организациям пришлось закрыться, утверждают его авторы В Польше перераспределением средств среди НКНО занимается подконтрольный правительству орган Авторы доклада утверждают, что его критикуют за то, что он отдает предпочтение организациям, близким к власти, и игнорируют прочие, в частности, организации, отстаивающие права женщин В некоторых странах законодательство вообще запрещает финансировать НКНО на основании их политических взглядов, утверждают В Израиле с 2011 года серьезно ограничено финансирование тех, кто отрицает еврейский характер государства Израиль А в 2018 году был принят специальный закон о нарушении молчания Согласно ему НКНО не имеют права критиковать израильскую армию и лишаются доступа в государственные школы В этом разделе доклада впервые упоминается Россия Организации гражданского общества, которые критикуют или не разделяют официальную точку зрения, не получают государственного финансирования В этом значительные средства направляются поставщикам социальных услуг, которые не отстаивают права человека публично и не требуют подотчетности властей, хотя и занимаются при этом ценной работой Львиная доля бюджетного финансирования, предназначенного гражданскому обществу, достается организациям, солидарным с политикой властей, в том числе националистическим и консервативным, а также православной церкви Как российские НКНО окружают учетом Также Россию называют ярким примером многоуровневой государственной политики, когда законодательство, с одной стороны, создает для НКНО препятствие к получению денег из международных источников, а с другой, представляет их врагами государства или инструментами иностранной пропаганды Обществу посылается сигнал, что подобные организации предают свой народ и представляют собой угрозу нации, говорится в докладе Amnesty Подробно разбирает принятый в 2012 году закон о так называемых иностранных агентах Согласно этому закону зарегистрированное в России НКНО, которое получает иностранное финансирование и занимается не имеющей четкого определения политической деятельностью, должна именоваться иностранный агент Поясняют авторы доклада Со времен Холодной войны термин иностранный агент означает шпион, предатель и враг государства По мнению Amnesty, законодательное определение политической деятельности охватило обширные сферы общественной жизни и почти все формы участия в ней Закон применяется настолько широко, что была оштрафована на большую сумму организация, помогающая диабетикам, в результате чего в октябре 2018 года ей пришлось объявить о закрытии, напоминают авторы доклада Как НКНО живут со статусом иностранного агента? Именно российский закон об иностранных агентах запустил процесс принятия аналогичных ограничений иностранного финансирования НКНО в других странах на постсоветском пространстве и за его пределами В 2013 году в Азербайджане запретили НКНО получать иностранное финансирование в размере более 200 монат, около 7,7 тысяч рублей, без предварительного разрешения Министерства юстиции В Таджикистане с 2015 года НКНО должны уведомлять Министерство юстиции о получении средств из иностранных источников В Белоруссии НКНО грозят административные наказания за получение иностранных пожертвований в нарушение законодательства, а также введена ответственность для физических лиц за получение иностранных грантов и пожертвований в нарушение законодательства Республики Беларусь А в 2016 году были введены еще более расплывчатые запреты на использование иностранной помощи, более строгая отчетность за иностранные пожертвования В 2017 году в Венгрии был принят закон о прозрачности организаций, поддерживаемых из-за рубежа, похожий на российский закон 2012 года об иностранных агентах Согласно ему НКНО, которые в течение финансового года прямо или косвенно получают более 7,2 миллиона фаринтов, около 25 тысяч долларов, из заграничных источников, должны перерегистрироваться как гражданская организация, финансируемая из-за рубежа, и ставить такую маркировку на все свои публикации и на свой сайт Новое законодательство также ужесточило требования к отчетности за получение иностранного финансирования Так, необходимо отчитываться о пожертвованиях начиная с 500 тысяч фаринтов, около 1,7 тысячи долларов, и предоставлять информации о донорах По словам авторов доклада, закон целенаправленно обращен против НКНО, которые защищают права беженцев, мигрантов и прочих маргинализованных групп населения, и применяется для того, чтобы задавить и заставить замолчать критиков правительства, дискредитировать работу организаций гражданского общества и настроить против них людей В докладе отдельно рассматриваются государственные ограничения против тех НКНО, которые помогают беженцам и мигрантам, борются с коррупцией, охраняют окружающую среду, отстаивают права женщин и ЛГБТ Принятие таких законов оправдывают религиозными ценностями, интересами сохранения национальной идентичности, поддержания нравственности, национальной безопасности При этом они создают условия для клеветнических компаний, стигматизации, притеснения и нападений, говорится в докладе В Венгрии в 2018 году был принят пакет законов остановить Сароса, направленный против тех лиц и организаций, которые поддерживают беженцев и мигрантов В нем введено новое уголовное преступление, содействие незаконной миграции Расплывчатость этого закона позволяет привлекать к уголовной ответственности за широкий спектр действий, включая проведение кампаний, оказание юридической помощи мигрантам и беженцам Исследование нарушений прав человека, считает В. Амнести Более того, в августе 2018 года вступил в силу закона о специальном миграционном налоге для НКНУ Организации должны будут платить государству 25% полученных грантов и пожертвований, если они занимаются деятельностью в поддержку и миграции К ней закон относит в том числе и просветительскую деятельность в этой области Как Венгрия проголосовала против Джорджа Сароса, НКНУ, мигрантов и бомжей Власти Австралии также приняли ряд мер, препятствующих работе организации гражданского общества и правозащитников, особенно занимающихся проблемами мигрантов, говорится в докладе В 2015 году был принят закон, запрещающий работникам иммиграционных и пограничных служб сообщать СМИ информацию о физическом и сексуальном насилии или недостаточной медицинской помощи в австралийских центрах временного содержания мигрантов В 2016 году специальный докладчик ООН отмечал, что австралийские правозащитники жаловались ему на обстановку страха и цензуры Кроме того, законом 2018 года вводится уголовная ответственность за разглашение информации, широко определяемой как конфиденциальная Закон не предусматривает никаких гарантий защиты для тех, кто придает гласности сведения о нарушениях прав человека или иную информацию, представляющую общественный интерес Предупреждают в докладе Амнести подробно разбирает ситуацию в США, где в 1984 году был введен запрет на выделение государственных средств иностранным НКНО, деятельность которых прямо или косвенно связанной с абортами С тех пор при разных администрациях его то отменяли, то возвращали обратно Расширение этого правила при действующей администрации и введение дополнительных ограничений на всю американскую международную помощь в сфере здравоохранения затронуло уже не только организации Деятельность которых так или иначе связана с абортами, но и те, которые получают от США деньги, среди прочего, на борьбу с ВИЧ, малярией, туберкулезом, на поддержание материнского и детского здоровья, на предоставление контрацепции, говорится в докладе Россия упоминается и в этой части исследования, авторы говорят про неприкрыто гомофобный закон о запрете гей-пропаганды, который не только ограничивает право людей на свободу выражения мнений, но и обеспечивает юридическую базу для преследования тех, кто занимается просвещением, защищает сексуальные и репродуктивные права Также в докладе подробно разбираются истории преследования правозащитников в Турции, Китае и Индии Депутат Госдумы, член Комитета по безопасности Александр Хинштейн заявил твердый знак, что Россия действует в тренде усиления контроля над НКНО, призванного не допустить иностранного влияния на наши внутренние процессы И уточнил, что не считает это каким-то особым подходом Термин иностранный агент был изначально разработал коллегами из других стран, в частности, в США Поэтому мы здесь Америку не открыл, сказал он Господин Хинштейн считает, что статус так называемого иностранного агента и всего лишь вводит для НКНО особый порядок отчетности Организации, которые не увидели в этом термине ничего зазорного, спокойно переоформились и продолжили работу А те, кто занимаются неуставной, политической деятельностью, они, наверное, не удовлетворены По его словам, благотворительным или просветительским НКНО в России опасаться нечего Их деятельность не вызывает у нас никаких вопросов По просьбе твердый знак Analytic Transparency International Россия Анастасия Волга прокомментировала утверждение авторов доклада о том, что в России Львиная доля бюджетного финансирования, предназначенного гражданскому обществу, достается организациям, солидарным с политикой властей, в том числе националистическим и консервативным, а также православной церкви Три года назад средства президентского гранта распределяли различные крупные НКНО, Союз пенсионеров России, Общество знания России, Союз молодежи и так далее Тогда значительный поток средств уходил на патриотические и религиозные проекты Но затем гранта оператором стал Единый фонд президентских грантов И ситуация с получателями изменилась, рассказала твердый знак госпожа Волга Есть тенденция, что православных и патриотов поддерживают в регионах, но суммы поддержки небольшие В среднем 1 миллион рублей, безусловно, патриотические проекты остаются актуальными в глазах донора Однако большую часть средств получают НКНО, уже имеющие многолетний опыт работы с государственными грантами, контрактами и субсидиями Их проекты в основном направлены на проведение музыкальных конкурсов, театральных фестивалей и выставок Так, например, в результате второго конкурса президентских грантов 2018 года Гранта оператор распределил между 2022 некоммерческими организациями почти 4,7 миллиарда рублей 17%, а это почти 1 миллиард рублей Этой суммы фактически распределилось между 27 организациями, получившими грант 10-111 миллионов рублей Самый крупный грант в размере 111,9 миллиона рублей получила Ана концерты, фестивали, мастер-классы Юрия Башмета на проект в области музыкального образования Среди других крупнейших грантополучателей, также НКНО, уже имеющие опыт реализации крупных проектов за счет федеральных субсидий Золотая маска, театральный фестиваль, Российский союз молодежи, вовлечение молодежи в социальное развитие территорий малых городов и поселений пространства развития Фонд Елены Образцовой, конкурс молодых оперных певцов, ИДР По ее словам, государство стало гораздо более активно поддерживать неполитические НКНО, которые занимаются социальными проблемами Палиативный уход, онкология, дети без попечения взрослых, люди с особенностями и заболеваниями Но среди победителей все равно остается много исторической образовательных проектов Они не высшего качества, и это ведет к оттоку средств от более общественно полезных НКНО Считает госпожа и Волга Александр Черных